Нашу судьбу определяют не наши желания, а те мотивации, которые за ними стоят. И те последствия, которые будут после реализации наших желаний, они зависят от мотивации. И даже если мы в чём-то ошиблись, чего-то пожелали не того, чего нам нужно, но если у нас благая, светлая мотивация, то большого наказания мы за это не понесём. Поэтому это очень важно. Зачем я это хочу? Для чего мне это нужно? Вторая задача счастлива – избавиться от страхов. Если наше желание не исполняется, то это говорит о том, что его что-то блокирует. Помимо нехватки энергии, как правило, желание блокирует ещё и внутренние страхи. Мы подсознательно, неосознанно боимся каких-то страхов, тех проблем, которые могут возникнуть с нашим желанием. Например, опять-таки, возвращаясь к желанию иметь ребёнка, женщина очень хочет этого, но она очень сильно боится, она не уверена в себе, сможет ли она достойно воспитать этого ребёнка, сможет ли она справиться с этими бессонными ночами, с этими болезнями, которые сопровождают ребёнка постоянно. Это же маленькое хрупкое существо, которое полностью зависит от матери. Во всяком случае, в первые годы своей жизни это точно. И вот этот подсознательный страх неосознанный, но он может быть настолько сильным, что он тормозит прихода души ребёнка к матери. Следующее возьмём более банальную, материальную, допустим, когда мы хотим иметь дом, например, загородный дом. С одной стороны, да, мы очень сильно этого хотим, но может быть некий подсознательный страх. А смогу ли я содержать такую большую площадь, убирать её в порядке, держать? Смогу ли я смириться с неким таким дискомфортом, что, допустим, загородный дом, он находится вдали, немножечко так от цивилизации, от города, к которому я привыкла, и то, что могут быть некие проблемы с прибытием домой, так скажем, транспортные проблемы, если нет личного автомобиля. И вот это всё выходит у нас в форме автописьма. То есть слив – это то автописьмо, когда мы в таком неком режиме нон-стопа выписываем все свои страхи. Мы просто берём ручку, берём листок бумаги и начинаем выписывать все наши страхи. Причём мы это можем делать быстро-быстро, не задумываясь, не осознанно, не осознавая их, не вникая в них глубоко. Это называется автописьмо. Наши страхи могут повторяться. Мы можем повторять какие-то фразы, одни и те же предложения. То же самое предложение, оно может повторяться 10 раз, 20 раз, 30 раз. Если вам хочется его писать, пишите. И нужно писать до тех пор, пока внутри себя вы не почувствуете, как будто, знаете, некий шелчок, что всё, хватит. Вот вы почувствуете некое такое физическое опустошение, некую такую лёгкость. Это, знаете, слив может продолжаться от трёх минут до нескольких дней. Если желание, оно вам очень важно, и вы готовы потратить на него достаточное количество времени, то, пожалуйста, серьёзно к нему отнеситесь. Если вам хочется писать несколько дней эти страхи, пишите. Здесь важно быть честным и открытым перед собой. Но вот только тогда, когда будут выпущены все эти страхи, только тогда можно приступать к формированию желаний. Есть такой некий секрет такой, возможно, кто-то из вас его знает, что чем больше желаний, тем больше страхов, связанных с ним. Поэтому наша задача, задача слива, вторая задача, переформировать негатив своих страхов, позитивные задачи. Продолжение следует...